Барселона уступила в Лиге чемпионов Монако, но Барселона в чемпионате пока не то, что непобедима. Командой ТО наверняка слышали, что большое количество игроков у гостей сегодняшних просто физически имеют длинную, предлинную... Ну, вот такие три перестановки делает Марселину Гарсия Тараль, или просто Марселина, главный... Да, Матео Бускец Феррер, Бускец какая тоже, да, хорошая... И главный тренер Ханс Дитерфлик, или Ханси Флик. Вот так выходит Барселона на эту встречу, Ямаль подключил и у тех, и у других, но при этом Вильяреалу катастрофически плохо играется с Барселоной дома. Давайте об этом еще позже поговорим, когда поймем, куда ветер дует все-таки, кто Бузяев тоже. Но сегодня, я думаю, команда Марселина будет играть достаточно осмотрительно. Иначе с Барселоной, даже с учетом того, что у Барселоны на голод, не будет защиты. Так вот, наработал эти цифры до него, а лучшим ассистентом дачи в итоге мяч получает Пабло Торре. Снова на Ямале, Ямаль в серединку. В истории Галериала является Санти Касорло. Лавин Ямаль. Наброс в надежде, что там окажется Ямаль. Ищет. Человек, который пока далеко не в лидерах среди остальных голкиперов. Не было нарушений правил. Посчитал здесь Бускетц. Обратите внимание на такую интересную манеру бега. Матео Бускетцев. Я уже сказал, что ему 30 лет. И есть немало футболистов сегодня на путь. Ну и этот достойный. Я распад него открылся. Кунде. Ямаль. Снова Ямаль. Защитниками приходится ему борьбу вести. Мяч достается Ямалю. Теперь черед его. Играть в кошки-мышки с матчей лиги чемпионов. Среди футболистов 17 лет и младше. А вот Ямаль с мячом. Ямаль с левой ноги. Мяч в поле. Снова к Ямалю отскакивает. Как будто бы он мяч, я имею в виду, предлагает Ямалю еще что-то. Созали ему, что уже висит на плечах Баэна. Разобрался Педри. Ямаль. Удар! Ух, какая краска! Предостаточно для того, чтобы Ламина Ямаль такие рывки успевал закончить передачу. Что касается Кампноу, то реконструкция должна... Ну там всеми темпами кто-то говорит. Входящий дугообразный удар Ламины Ямаля. Вот посмотрите, не дотягивается Конды. Мяч принимает штанга. Героически! Начинал в Рассинге. У него Папы не попадает в створ. Еще раз. Удар Ямаля. Красивейшая траекторка. Играл за Рассинг. Но затем перебрался в Барселону. Кунде! Ямаль! Ух, какой! Сначала в Барсу Б, естественно. Потом еще и в Жироне. В прошлом, где как будто бы не уходили на перерыв. Все то же самое происходит. Активнейшая игра Барселоны и Вильярине уже в нескольких матчей. Перевод направо. На левую ногу Ямаля. Кунде. Снова назад на Ямаля. И Ламин. Что будет делать? Пока Ламин предпочитает Ямаля. Но на Кампноу, я думаю, Егора уже играет за Атлетику. А Баэна на поле. А у Барселона. Еще раз смотрим момент с участием. Откинуть мяч на ближнего. А вот теперь обыгрывает Ламин Ямаль. Сам пошел. Серджи Кордон уловит на этот винт. И чуть-чуть не хватает. Количество матчей в сезоне. Потому что футболисты это люди. И нещадно используют в целях в третьем за игру по 15,2. Это три результатов и 12 поражений. Последний раз Вильярин здесь на домашнем стадионе. Выигрывает у Барселоны. А вот момент у Барселоны. Намечается еще один. Тунде. Тогда за. Хозяев отличились Косорлы. И дважды Маркос Сенна. Худебыл из пенальтира. Дудин мяч из гущи игроков. Ламин Ямаль. Убирает мяч под левую. Ну, сам Ильяки Пенье, конечно, не получал достаточно игровой. Ямаль. Рядом с ним Санти Комиссане под 14 номером. Слева. Барселона в атаке. И в очередной раз тревожит команду Марселина Гарси и Тараля. Болез сам Ламин Ямаль. Вот зачем? Непонятно. Голомедовский тащил, тащил его. Вот упал Баи. А затем вот что сделал. Тому, чтобы принимать этот мяч. Не было нарушения правил. Хотя жестко вылетают многие. Извините. Баэна перед Ямаль. Сержи Доминдис номер. Он же. Ортис Ариас. Меня зовут Михаил Миламед. Продолжаем смотреть этот великолепный футбол. Не получился. Перехват. Ламин Ямаль. Против Дани Пареку. Ямаль. Туаре. Эрик Гарсиа. Ямаль. Забегание от Кунде. Кунским меркам 23 тысячи. Но зато какой единственное. Совсем. Еще выздоровеет. Так же как и Хуан Фойт. Жерар Морена и Камб Вала. Которые до сих пор пока еще не вылечили. Альфонсо Педрасо. Он вроде как уже на подход. Контракт у Педри заканчивается в 2020. В 1996 году летом. И только финансовые проблемы Барселоны откладывают подписание нового соглашения. Кунде. Рафинья. Педри. Теперь 20. Сильты и Реал по 13 были. Прошение. Ну вроде как даже уже Деку спортивный директор Барселоны встречался с агентом. Педр. Был 11 мячей. Сейчас 12. У Барселоны было 17. Ламин Ямаль. Ламин Ямаль. Ламин Ямаль смещается. И в итоге дальше протеканавливает. Бригада Вар эту встречу. Мне кажется это 100%. Жили. Пекает себе мяч. Ямаль падение. Безобетон на пенальти. Эрик Баи. Ничего не сделает. Ламин Ямаль зарабатывает. По-моему сейчас сбил Ямаля. Ну что поделать. Ну все здесь поделали. Ну все правильно. Ну ничего. Вообще всего 9 раз промахивался. И сейчас еще момент. И Ямаль. И вот. Но не попадает. А еще вот такой удар был аккуратный со щеки. 2 в 2 практически атака. Рафинья Ямаль. Под левую убирает. И тоже здесь примерно такая. И почему бы не дать возможность проявить себя. Потому что вышла травма за травмой у него. Его преследовали. Туля Кунде. Немного себе позволял 18 номер Барселоны. А пас. Небо нарушения правил. Ямаль не спорит. Сегодня хита Филиганес разошлись миром 1-1. И Атлетик обыграл дома Сельту со счетом 3-1. Сельта конечно главное открытие всего турнира. Классный пас. Какой удар. И гол. И коже мой. Это проща. Как же это круто исполнено. Ламин Ямаль. Внешний с Афинью. Рафинья в Касань. Перекидывает мяч через Диего Конде. И для Рафинь. Телохранители Ламин Ямаль. Барселона в истории противостояний Вильяреала и. Совсем непонятно. Со стандарта стали показываться. И Лес на этот раз получает предупреждение. Но это просто уже свинство. Какое-то оба. Безо всякого прикрытия. Просто лупишь. А мы еще раз смотрим. За. Фантастический. Классный. Классным завершением. Рафинь. Получается уже пятый мяч. В этом сезоне. И здесь точно не было положения вне игры. Рафинья идеальную траекторию закладывает. И делает дубль. И посмотрите, как он это делает. Как он отправляет мяч на Рафинью. Да, просто, просто божественно. Просто божественно играет Барселона. Даже против хорошего Вильяреала она сегодня не оставляет никаких шансов. Пять-один. И момент еще. Гарсия борется. Ямаль. Мяч долетает в итоге до него. О, Ламинь Ямаль с левой ноги набрасывает на дальнюю ударку. Он да, через себя. Через себя забил Роберт Ливандовский. Дубль. Все-таки счет становится 2-0. И Роберт Ливандовский, ну, все-таки, казалось бы, да, не самый... Юркий не самый скоординированный. Но как же моментально принял решение, как сложился. И все-таки сумел из очень непростой ситуации мяч у ворота переправить. Ламинь Ямаль делает классную подачу на дальнюю штангу. И нужно посмотреть, чья была скидка вот эта. Ну-ка. Ну, не было положения вне игры. Еще и от Конды мяч отскакивает Ливандовскому, который был неносно разворачивает корпус. Получая передачу от Эрика Гарсия. Вот Эрик Гарсия после красной карточки на 10-й минуте очень сильно переживал. Его поддерживал главный тренер. Сейчас делает наиважнейшее полезное действие. Скидку, которая завершается голым. Браво, Ливандовский. Браво. 2-0. Да, вопрос, конечно, к реализации. Способность сейчас команде помочь. У кого-то травмы невероятно серьезные и совсем свежие, как у Марка Берналья. У кого-то травмы уже более-менее... Браво. Вот, как Reasonshirts. Браво. Браво. Продолжение следует...